Всем привет, мои дорогие, добро пожаловать снова на канал. Добрый вечер, и мы сегодня с вами будем раскрывать покупочку, которую сделал мой муж, он закупился продуктами в супермаркете Lidl. Вот он, в супермаркете Lidl, чего-то его туда потянуло, мы туда ходим иногда за хлебом и за какими-то отдельными такими вещами, когда не хотим идти в Меркадону, в Меркадоне всегда много людей, поэтому мы пробуем какие-то интересненькие вещи и покупаем всегда, стараемся как-то разнообразить, потому что все время с одного супермаркета, ну, немножко поднадоело, если честно, покупать одно и то же. Так вот, он сходил в Lidl один без меня, купил на 47 евро 59 центов, я не видела еще до сих пор, оно все тут запаковано в коляске, так что посмотрим, что же он купил на эту неделю. Он сказал, что некоторых вещей еще не хватает, но, по крайней мере, вроде как закупился, посмотрим. Бумага, всем понятно для чего, туалетная бумага обычная, два слоя из Lidl, цены я, как всегда, вам буду ставить где-нибудь здесь, они будут всплывать наверху. Так вот, бумага здесь сколько? 12 рулонов, бумага из Lidl. Дальше, обычный мешок, наверное, он взял, чтобы для Аречки в школу туда может что-то складывать, булочки какие-то. Взял себе три вот таких вот хлебца, это темный хлеб, он любит только такой, ему белые нельзя, он ест интегральный. Дальше из хлеба, ой, ну вот, пустила своего мужа в магазин, называется. Два круассана, это круассаны, сейчас вам скажу, с маслом или с маргарином, потому что мы обычно покупаем со сливочным маслом, но в этот раз, по-моему, он взял Монтакия. Да, это с маслом все-таки, хорошо. Круассаны с маслом, с маргарином мы не любим, если честно. И две вот таких вот эмпанадильи, это такие, как пирожки, но у них тесто такое наполовину слоеное, странное очень, здесь с тунцом и томатным соусом. Две и две. Дальше он купил, в этом мешке все, дальше он купил вот такой вот хлеб, это обычный белый хлеб, который семейный, кстати, называется фамильяр, то есть это большая такая пачка, обычный у нас половину меньше, это для семьи. Обычный беленький хлеб, чтобы сделать из него тосты или же горячие сэндвичи. Дальше приступим к тому, что у нас находится в коляске, муж пошел с коляской сегодня в магазин. Итак, ой, ну посмотрим, посмотрим, посмотрим. В общем, купил масло в этот раз, попробовал с Лидла, это масло не без лактозы, это обычное масло, как должно быть, по идее, правда, лайт почему-то. Масло 50% меньше жира. Ну не знаю, посмотрим, какое оно будет, будет ли оно на вкус к маргарин или как наше деревенское масло. Такая вот пачечка, здесь сколько у нас? 250 грамм. Дальше, что он тут взял? Бекон, бекон мы любим, мы его на пиццу кладем, вот он такой, здесь разрезанные две пачечки, мы его кладем на пиццу, здесь она есть тоже, или же мы с ним любим делать спагетти или любые макароны любого типа карбонара, то есть это когда поджариваем немножко бекончика, туда добавляем шампиньоны порезанные тоже, и немножко лука можно зажарить, можно нет, и все это с такими сливочками заправить и с макаронами, очень-очень вкусно. Дальше, что он тут взял? Даже самой интересно, как будто подарки открываю. Вот такую вот упаковку, это зеленый горох, вот такой вот стручковый, большой. Интересно, посмотрим, я такой особо не любитель, для чего их в суп можно, можно на сковороде потомить их, так немножко потушить, вот, такие обычные, горох такой. Он любит, ему нужно кушать такое, так что купил. В этом пакетике, кстати, 750 грамм. Кстати, если кто знает из вас очень вкусные рецепты вот из этого, из этой вещички, из этого гороха, то, пожалуйста, поделитесь, сможет ссылочку какую-то скинуть, или просто напишите, как их можно вкусно приготовить. Буду очень признательна. Дальше, что он тут взял? Конечно же, грибочки, вот они, это шампиньон порто бело. Мы их любим больше, чем обычные белые, потому что, как я уже когда-то рассказывала, в них больше вкуса и прям насыщенный вкус леса и настоящих грибов, а не просто шампиньонов, выращенных в теплице. Поэтому эти, это наш абсолютный фаворит, называется порто бело. Здесь в пачечке 250 грамм, и они из Испании. Дальше он взял чесночок, ему тоже советовал врач чеснока и лимончика, чтобы восстановить немножко печени, там некоторые железы. В общем, здесь 400 грамм, вот такой вот обычный чесночок. Что здесь дальше? Дальше, жиденькие сливочки, это тоже с лактозой. Жидкие сливочки для готовки, именно вот для таких макарошек карбонара, к примеру. Здесь в этой пачечке 500 миллилитров, пол-литра. Такая вот пачечка. Дальше. Такие салфеточки. Это марка Лидла, с которой они сотрудничают, Лупи Лук. Кстати, от этой марки есть еще и одежда в Лидле, носочки. В общем, аксессуары всякие разные для деток, разных возрастов. От грудничков, от новорожденных до прямо где-то 8, может 9-10 лет. Такая вот марка, это обычные салфетки, без всякого запаха, абсолютно нейтральные. Мы их покупаем, чтобы кошки, как я уже говорила, кошки лапки вытирать, ну там протирать что-нибудь, ботинки, там где-то что-то, если грязь какая-то есть. Или руки просто вытесить. Вот такие вот салфеточки. Здесь 80 штучек. Дальше муж взял брокколи. Непонятно, почему оно открытое, с одной стороны. Ну ладно. Брокколи. Брокколи тоже испанское, из Мурсии. Представляете, брокколи из Мурсии. 500 грамм. Вот такие вот 2 хвостика брокколи. Дальше муж здесь взял вот такие вот палочки крабовые. Вот они обычные крабовые палочки. Ocean Sea марка, здесь 300 грамм. Мы из них делаем салаты. И муж любит просто иногда как альтернативу для своей диеты, либо с утра, либо в обед, перекусить просто палочки, немножко хамона какого-то испанского. И немножко с хлебцем. Вот и все. Ох! Вот такое вот масло в стеклянной, в этот раз, бутылке. Это Олисон, оливковое масло Вирхен Экстра. Традиционное, из Испании. И сейчас я вам скажу, откуда оно конкретно. Так, оно из, испанское масло, хорошо, но здесь не написано, откуда оно. Ну ладно, в общем, испанское масло. Можно по марке потом посмотреть, где они его разливают, ничего страшного. В общем, такое вот масло в стеклянной баночке, здесь пол-литра, 500 миллилитров. Дальше, ой, ой, почему-то оно почти порвалось, представляете? Такие вот гамбургеры, это гамбургеры куриные, с морковочкой. Муж их очень любит, съедает их за раз. Ну и он купил, по-моему, там даже несколько пачек, потом посмотрим, вот таких вот гамбургеров. Дальше взял для себя, как всегда, вот такой вот хамончик. Выглядит он так, тут тоже две пачки. Такой хамон, это, кстати, индюшатина, это не куриные и не свиной, это индюшатина. Тоже вот такие вот тоненькие, в каждой пачке по 200 грамм. Так, следующее взял он, о, баклажанчики взял. Кстати, вот смотрите, эти мешочки из Лидла. Лидл и Меркадона перешли на новые мешки. Это био-компостабли называется, вот они такие. Это очень странный к такту мешок, он разлагается. Он намного быстрее разлагается, если вдруг он попадет куда-то в окружающую среду и на природу. Поэтому все сейчас перешли в основном вот на такие вот странные мешки, что намного лучше, чем просто пластиковые использовать. Два вот таких вот баклажанчика. Мы в основном либо их разрезаем пополам, вынимаем вот мякишек весь и туда начиняем чем-то. Например, фаршем с овощами, покрываем сверху стеркнутым сыром. Либо мы их пластами разрезаем и сверху просто овощи накладываем. Или вообще можно рулетики из них сделать. Так что два баклажанчика. Так, апельсиновый сок, это именно с внутренней частью, с мякишком здесь. Мы любим именно такой, когда он без вот этой вот внутренней части, без мягкой, то такое ощущение, как будто это не настоящий сок. Не знаю, у меня такое ощущение складывается, поэтому я люблю именно такой, как будто бы его только выжали вот натурально, прям рукой, и туда попадают частички вот этого мягенькой части апельсина. Мы такой очень любим. Обычный сок марки Соля Вита. Так, что тут еще меня ждет? Как на Рождество себя чувствую, когда не знаю, что там. Перчик. Опять же, муж взял один красный, один зеленый. Мы в основном либо тушим с овощами, либо в духовке что-то в них запекаем, фаршированные перчики делаем, либо в супчик, например, куда-то, зажарку какую-то. В общем, много-много всяких рецептов с ним можно сделать. Что тут еще? Кабачочек. Такой вот кабачок обычный, зелененький, как всегда. То же самое для зажарок, либо каких-то овощей в духовочке, например. Мы очень любим запекать картошку с луком, с морковкой, кабачком, и, например, перчиком или шампиньончиками в духовке. Получается очень-очень вкусно. Еще вторая пачка. Оказывается, муж взял две. Вторая пачка. То же самое хамончика. В этот раз тут что-то очень много фруктов и овощей. Такие вот яблочки. Это яблоки, сейчас вам скажу, гала. Это яблоки гала. Здесь 3, 4, 5, здесь всего лишь 6 яблок. Такой вот пакетик. Дальше другие яблоки. Это те, которые больше всего нравятся мне и маме. Дочь у меня любит красный. Это голден. Такой вот постоянно. Они меняют мешки, как-то странно. В общем, вот в этот раз такой пакетик. Здесь, кстати, уже больше. Здесь 4, 5, 6, 7, 8 яблок. Здесь 1 килограмм 8 яблочек. Так, идем дальше. Курочка. Вот она курочка. Желтенькая курочка, как всегда. Посмотрим, надеюсь, она будет хорошая. Потому что я когда побаивалась всегда покупать мясо в Лидле. Вы знаете, я вам рассказывала. Особенно курицу. У меня с ними были нехорошие случаи несколько раз подряд, что курица была не очень свежая. Но посмотрим, как будет. Это стоило 5,71. Примерно столько же, сколько стоит в Меркадоне. Плюс-минус. Тут написано, что эта курица питала столько растительными вещами. 50% кукурузы. И 18% сои. С соевыми бобами. Но остальное неизвестно что. Но тоже якобы растительное. Поэтому вот она курица. Вторая пачечка сливочек. Еще один пакет яблок. Golden. Наверное, мы с вами будем делать яблочный пирог вскоре. И последняя вещь, по-моему, сейчас вам скажу. Да, последняя вещь, больше ничего нет. Это картофель. Здесь 5 килограмм. Обычный мешок. Вот такой вот авоська с картофелем. Потому что картофель у нас улетает на ура. Вот такие вот покупочки у нас были. Муж хорошо постарался. Особо мясо, рыбу мы не покупали. Потому что у нас еще есть в морозилке. Мы хотим сначала использовать все то, что там есть. Потому что оно там остается. В итоге вы все покупаете, покупаете, покупаете свежих продуктов каких-то. А там все это лежит. Поэтому мы решили, что хватит. Мы сначала используем все, что в морозилке. А потом уже свежий пойдем закупаться всеми продуктами опять. Так что муж потратил 47,59. Вот на это все. Напишите много это или мало. Учитывая то, что мы купили. Какие цены у вас. И как я уже сказала, если вы знаете какой-то рецептик интересный. Вот для этих вот зеленых стручковых бобов, гороха. То обязательно напишите. Поделитесь. Буду вам очень признательна. Всем большое спасибо, кто смотрел сегодняшнее видео. Кто остается со мной. Кто подписывается на канал новым подписчикам. Огромное вам спасибо, что верите в меня. Что всегда пишите. Делитесь своими комментариями. Желаю вам прекрасного сегодняшнего вечера. И увидимся с вами завтра в новом видео. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!